Была Кирова 18, стала проспект Петра Столыпина под тем же номером. Вот и все изменения созданием бывшей гостиницы «Россия» за больше чем год со дня пожара. Исторические полуруины сгорели в ноябре 21-го и с тех пор так и не восстали из пепла. У помещения объекта культурного наследия более десятка собственников. Это юридические и физические лица. Сейчас их имущество предмет разбирательства в арбитражном суде Саратовской области. Объект культурного наследия, дом Зейфер, в данный момент находится в аварийном состоянии. И согласно статье 54 Федерального закона 73-го, в таком случае допускается прекращение права собственности его правообладателей, поскольку объект содержится без хозяйственно с нарушением положения Федерального закона 73-го о необходимости сохранения объекта культурного наследия в надлежащем состоянии. И поддержание его исторического облика в неизменном и сохранном виде. Позиция чиновников звучит как приговор, однако не все собственники с такой оценкой согласны. Как уверяет один из основных владельцев квадратных метров в бывшей гостинице, попытки сохранить здание все же были. Мы возражаем, потому что проводились работы непосредственно против аварийной. Был разработан изначально проект с ООО «Каркас», не смогли его исполнить, то есть были трудности работать. Наняли другую фирму, ООО «Реалитет», которая разработала проект и выполнила против аварийную работу. После чего случился пожар, то есть мы не могли дальше продолжить проводить работу. В материале дела настоящего ранее было представлено решение судебная суда в общей резиденции об изложении на собственников помещений живых и неживых обязательств по исполнению обязанностей по сохранению объекта культурного наследия. В настоящее время решение исполнено? Нет, частично. В какой части? В против аварийной работы были исполнены. Все это время не было согласия и между самими обитателями дома Зейферта, что по большей части и стало причиной печальных событий. Не найдено конструктивное взаимодействие между собственниками. Мы считали и считаем, что в этом здании есть достаточно большая часть помещений администрации. Администрация этого не признает. Поэтому взаимодействия нет и, наверное, не будет. Работы проводились. Проводились работы. Это было общеизвестно, общедоступно. Регулярно в аварийной администрации проходили совещания, на котором были устно нам даны определенные направления деятельности. Мы их выполнили. Уполнили все абсолютно. Процесс возврата здания к городу стартовал в апреле с подачи бывшего губернатора Валерия Радаева. С тех пор чиновники и собственники спорят в судах. Но, как говорит министр Владимир Мухин, обратного пути уже нет. Цель нашего изъятия, это, безусловно, поскольку объект муниципальный, мы будем его изымать, передавать его, изымать его в муниципальную собственность с последующим проведением торгов и передачей его инвесторов. Ничто не мешает сейчас или до изъятия и тому же инвестору, и тому же собственнику начать было реализовывать эти меры. Но, однако, никто эти меры не реализовал. Наоборот, еще и привело к нанесению ущерба объекта культурного наследия. В этом году, в начале августа, судьбу сгоревшего здания обсуждали в областном правительстве. Там говорили об инвестициях в объекты культурного наследия. Местные блогеры оптимистично писали про наличие потенциального инвестора и целого проекта по воссозданию России. Действительность оказалась менее прозаичной. У нас была проведена одна из встреч непосредственно с Коновалом, тоже в Комитете по архитектуре. И действительно с ним приходил человек, который был заинтересован в этом здании. Это некая московская организация. Было предложено, разработано проектное предложение, эскизное. Оно тоже ни для кого не было секрета. Мы его обсуждали на Городозащитном совете. По приспособлению данного здания под современное использование. И там действительно предполагалась настройка четвертого этажа. Ну не четвертого, а еще одного мансардного этажа. И плюс еще функция у него практически такая, как у него и была до этого у здания. То есть это общественно-деловая, то есть заведение какой-то коммерческой функции, торговли и жилой функции со стороны двора, дворовой территории. Но это было до пожара. Поэтому после уже пожара никаких встреч именно с какими-то потенциальными инвесторами не было. Если верить главному архитектору города, то вернувшись в муниципальную собственность, здание сгоревшей гостиницы ляжет еще одной обузой на скромный бюджет областного центра. Между тем, собственники утверждают, что именно желание экспроприировать Россию и оттолкнул инвесторов. Все они в курсе, и Юмхен, и Позанов, но тем не менее, в том принципе, был готов участвовать. Все делать. То есть мы там хотели уже решать вопрос теми собственниками, кто не хотел участвовать, чтобы выкупить все доли. Но после общения с Мухиным, буквально через две недели, они подают в суд. И инвестор испугался, потому что инвестор не местный, инвестор мотковский. Между тем, чиновники считают, что экспроприация здания – единственный способ сохранить его для горожан, а восстановление – уже дело нового собственника. Прежде чем, опять-таки, возвращаясь к тому, что принять решение и идти на изъятие объекта, мы неоднократно пытались, скажем так, в разговорах с собственником, и в том числе и официально, давая ему охранное обязательство, предостережение направить его на тот путь, по которому он должен был сохранять этот объект. Но, однако, мы понимаем, что либо у собственника нет желания, либо у собственника нет средств. Поэтому вот то решение, которое есть, оно на сегодняшний день уже от собственника никак не зависит, я имею в виду именно проведение работ. Потому что если бы собственник хотел это сделать, ну, по крайней мере, собственник хотя бы мог обеспечить охрану этого объекта, чтобы туда не продолжали проникать посторонние лица. Первые заседания в арбитраже – это начало долгого пути. Ну, а пока суд до дела, жители Саратова сами продолжают национализировать имущество гостиницы «Россия», но непопулярными методами. В социальных сетях появилось видео. На кадрах группа подростков растаскивает вещи с первого этажа. То есть доступ на развалины открыт, несмотря на бетонные блоки и предупреждающие таблички. Кстати, именно из-за проблем с безопасностью до сих пор нет и ответа на вопрос, в какую сумму обойдется восстановление России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!